Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня мы будем пытаться снять коротенький маленький рпшный вложик уходом за лошадками на данном аккаунте Дебора Вейлберг. Я сразу хочу сказать, что я не представляю, как надо снимать рп в видосики, я не до конца понимаю их структуру, но ради любопытства и забавы решила все-таки попробовать. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и давайте начинать. Итак, всем привет, сегодня с вами я, Дебора Вейлберг, и после того, как я вышла из отпуска и вновь открыла двери своей школы, пора навести порядок у себя на конюшне, потому что дел навалилось очень даже много. Я заранее переоделась в удобную для уборки одежду. В моей конюшне присутствует несколько лошадей, но по факту я занимаюсь вот этой данной четвертой пока что. Четыре лошадки, все они связаны с моей школой верховой езды, все мои ученики знают этих ребят, видели, может быть не по именам, но внешне о них точно помнят. Одним из таких красавцев является этот лепецан. Пока что это моя единственная оборочная лошадь, он очень сильно выделяется на фоне всех остальных, так как не имеет ни единой капельки, ни единой гнидой или коричневой шерстки. Он прекрасный, серый в яблоко. На нем я, конечно же, обычно занимаюсь с ребятами выездкой и чаще всего именно сложные элементы. Я его редко вывожу к ребятам, так как он очень переживает всегда, когда рядом находятся неуверенные молодые лошади. Этот паренек вроде бы и знает свое дело, однако когда рядом находятся лошадки, которые не понимают то, что мы показываем на уроках, его окутывает некое волнение и лучше не приводить его на тренировки, но иногда приходится. Я надеюсь, что в будущем на Shadow Glo мы появимся на каких-нибудь соревнованиях по выездке. Пока такой возможности не было, но я не теряю надежды. На этом мы пока заканчиваем Shadow Glo и переходим к моей первой купленной лошади, к благородному герцогу. Это жеребец бельгийский. Это был мой самый первый купленный конь, моя самая первая купленная лошадь, которую я изначально очень хотела. Но так получилось, что изначально я должна была купить голландца, но голландца еще не завезли на продажу. И мне предоставилась возможность купить этого жеребца, кататься на нем, работать с ним. Изначально, правда, он был куплен для конкура. Как оказалось, этот жеребец очень любит кросс. И все новые маршруты, а также проверка маршрутов учеников на тренировках я всегда беру с собой именно его. Его он обожает прыгать, бегать, все, что связано с голландцем, с холмами, горами даже. Падающие камушки со склона его не пугают. Вот такой он у нас очень даже смелый мальчик. Бинг-глори есть тот самый жеребец, который я должна была купить изначально, но, как я уже сказала, что-то не срослось, не получилось. Завоз оказался лошадей чуть позднее, поэтому этот мальчик стал второй моей купленной лошадью. Я безумно его люблю брать так же, как и лепицааном на выездку, но в случае с лепицааном этот голландец обожает красоваться на публике, особенно перед новичками, перед учениками. Но и ученики тоже его очень сильно любят. Это самый популярный конь на тренировках, потому что чаще всего мы тренируем как раз выездку, я беру его с собой. И ребятам, конечно же, проще сориентироваться в каких-либо элементах, когда его демонстрирует бит-глори. А вот с этой кобылкой попрошу быть поосторожнее. Невероятная свобода мой французский сель. И если вы можете подумать, что французский сель это очень милая, спокойная лошадка, то я сомневаюсь, где вы видели такого французского селя. Моя кобылка очень бойкая, очень своенравная, и история ее покупки даже намного интереснее, чем у остальных лошадок. Я взяла невероятную свободу на восстановительный период, так как изначально она содержалась в очень плохих условиях, и меня попросили с ней позаниматься, сделать пребывание человека и рядом с ней более постоянным, чтобы лошадь привыкла к этому. Я даже не помню, сколько времени заняло точно ее восстановление, так как изначально свобода держалась не в очень хороших руках, поэтому ее психика была очень сильно повреждена. Она не давала подойти к себе, погладить, не то что сесть. Но тем не менее, как-то мы нашли общий язык, и она даже позволила за себя оседлать. И каково было мое удивление, когда я узнала, что свобода обожает конкурс и кросс, в особенности конкурс на скорость. Это было очень неожиданным для меня открытием, я бы сказала, таким же, как и ее имя. Это было невероятное открытие, она у нас все-таки невероятная, свобода. И, конечно, мне очень было приятно, что мы достигли очень хороших результатов на поездках, на тренировках. И в какой-то момент мне предложили эту лошадку выкупить. Тот, кто держал свободу на передержке, сказал, что ей будет очень трудно найти хозяина, и если я заинтересована в ней, то он согласен мне ее продать с некой скидкой, потому что все-таки я с ней занималась, провела с ней очень большое количество времени, причем платно, и он согласился продать мне свободу за полстоимости. Конечно, эта лошадка не для новичков. Я очень редко берю ее на занятия, так как она постоянно нервничает, дергает, вся такая импульсивная. Но при этом она любит, когда вокруг много учеников. Она чувствует более себя значимой, наверное, и поэтому становится слегка поспокойнее. Но, по крайней мере, она не дергает в разные стороны, не прыгает, не козлится. То есть у нее очень странный и особый взгляд на жизнь. Все остальные лошадки, которые есть у меня на конюшне, это лошадь начальная, которую мне вручил Томас. Ну и также еще одна старая лошадь, которая просто здесь отдыхает, живет на пенсии. Юрвикская четверкровная у меня тоже благородная герцогиня. И есть вот такой старичок, благородный герой. Он отправлен на пенсию заслуженную. Раньше очень часто был участником соревнований по выездке, по конкуру. Так что да, сейчас он просто отдыхает, пасется, кушает свой корм и ни о чем не думает. Хотя иногда, пожалуй, его посещают очень интересные мысли. Он обожает таскать все железное. Если ты проходишь мимо, а у тебя в руках железная цепь или крючок. Как только он чует проходящий мимо металл, словно магнитом, он высовывает свою моську и пытается у тебя это отнять. Давайте вернемся к тому, что я вышла из отпуска и нужно возвращаться к тренировкам в моей школе верховой езды. Но прежде чем мы составим расписание и с надеждой и радостями будем ждать возвращения наших учеников, нужно заняться нашими лошадками, покормить их и почистить и провести форму. Так как я уезжала, за ними следил конюх, их особо никто не работал, что, конечно, очень грустно. Но у нас не было возможности нанять человека для того, чтобы кто-то с ними постоянно работал, постоянно с ними занимался. Спасибо, что конюх их постоянно выгуливал, следил за ними, иногда заводил их в леваду немножко погонять. Некоторых особо импульсивных лошадок. Так что сейчас мы займемся тем, что будем чистить и кормить лошадок. Так что пойдем. Вы могли заметить, что на моих лошадях нету недоустков. Нет, это не какая-то особая техника их содержания, просто так получилось, что все мои недоустки, которые у меня были, они все испортились, их затопило, они сгнили, когда на старой конюшне протекала крыша, и мне пришлось их все выкинуть. Это было намного разумнее, чем пытаться их восстановить. Благо тогда первые свои недоустки я покупала всегда по скидкам, где-нибудь на распродажах, и они стоили не слишком дорого. И, кстати, теперь я даже жалею, что иногда трачу большие и крупные суммы на вещи подороже, потому что мало ли, что с ними может случиться и что с ними может произойти. И я еще не успела закупиться недоустками на абсолютно всех лошадок. Я хочу это сделать разом, не по одному. Просто пока что нужно немножечко накопить денюшек. Тем более, что вполне вероятно, в ближайшее время на конюшню приедет еще одна новая спортивная лошадь. Не знаю, правда, какая, точно. Не знаю, в какой спорт она будет направлена, но есть такая вероятность. Так что в скором времени посмотрим, может быть, на конюшне появится плюс еще одна лошадка. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я очень старалась его записать максимально расслабляющим и ламповым. И, надеюсь, оно вам понравилось. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, посоветуйте, как лучше снимать, получилось ли у меня. Может быть, все-таки роллплей вообще не для меня, и я зря даже пыталась не быть же мастером во всех направлениях. Вот, ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А также пишите комментарии, если хотите подобные видосики с Деборой Велберг по поводу покупки и приезда к ней новых лошадок, а также с тренировок в ее школе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!